приветоса амигос вот и вышел новый хитман вот и пофигу всем что он вышел когда-то это была блин игра легенда я на самом деле только вчера узнал что выходит хитман вчера же купил но не записать не получилось вот когда-то хитман был легендой первые две части были просто легендарней шим играми где-то наверно серединке нулевых но сейчас после не очень удачной предыдущей части после говенных фильмов по хитману которые были ну реально ни о чем по моему ну нет последний еще на троечку а вот предыдущий жесть от мало кто конечно ждал хитмана никто не считал дни до его выхода всем как-то ну эра эра хитмана видимо ушла уже такой геймплей мало кому интересен этому на самом деле главный герой сразу хочу заметить что очень неплохо нарисован несмотря на то что камеру не приблизить и нет а вот можно немножко приблизить я просто смотрю на этот воротник его песцовый или что-то как будто вороны покрыть поклевали потому что в нем такие проплешины нихеровые вот но слушайте нарисована очень классными голова смотрите ни одного полигона не видно практически глаза у него просто пиздец снежный волк гроза пустого раза тундры но а о двухвалебную этой графики хочу как бы за подвести к тому что главный герой нихерово так выделяется на фоне всего окружающего потому что вот этот асфальт он просто дико ужасен он даже вот вода блять надо приглядеться чтобы понять что это вода это знаете главный герой последний раз так на фоне выделялся когда я играл не знаю в сибирь может быть или в резидент и волна на первом playstation и знаете когда вот главный герой он нарисован хорошо и четко все остальное как бы вторичная она такого размытое и всегда на фоне на фоне вот этого размытой графики видно что можно нажать там что можно подобрать она ну знаете так и выделялась по графике вот здесь и здесь по ощущениям вот когда я вот смотрю на этот на эти скалы на этот асфальт главный герой от он также классно выделяется но я просто хотел я просто обучение знаю что это миссия вернее обучение она уже записано там всеми кем только можно потому что альфа версию можно было прикупить заранее чего делать не стал потому что мне было русского языка а это перезапуск перезапуск хитмана то есть сюжет сюжет есть возможность узнать сначала и теперь уже с переводом но перевод сук субтитры но это тренд последних блять лет хрен знает скольки с тех пор как даже дэдспейс 2 не озвучили тогда это и началось когда из из игр окончательно исчезла русская озвучка тем более скваринингс который там постоянно делают кучу диалогов видимо озвучка на разные языки обойдется им дороже чем выпуск всей игры с другой стороны могут возликовать фанаты оригинальной озвучки голос у хитма конечно как у вин дизеля по моему нет нет это не это не вин дизель хотя похоже немножко приятно что в отличие от лары крофт внешне хитман не меняется с годами такой же лысый бильярдный шар шаши штрих-кодом на голове сша типа вот это глупо на самом деле слишком блять яркий опознавательный знак на видном месте штрих-код на затылке это настолько ладно бы он под волосами был спрятан но блять он на лысом бильярдном шаре видно отлично всегда поражали вот эти миссии когда там надо там задушить шофера переодеться в шофера и себя никто типа не узнает и мало того что шофер был узкоглазый волосатый так он еще был ниже ростом и один хрен никто разницы не видел курс повышения квалификации когда кстати кстати фпс просел просел был был 60 теперь он где-то 40 ну графика времен помогут а пятый вот так по заставкам по вот этим веточкам одинаковые лица nvidia hair works во всей красе смотрите волосы мимо плеча свисают ну как мне сказали тут три неинтересных обучающих миссии вначале вот раньше обучение фитма не было норм задушил манекен пострелял из пистолета готов боец а здесь здесь вот придумали что вот прям вот обучение прям прям пипец этот хитман его насколько помню по сюжету он гомункул блять только не сперма и куриное яйцо из пробирки и его учили быть убийцей самого блин рождения по моему чему тогда меня учат здесь то есть я только пришел в киллеры записываться фредди mercury из группы queen запретил мне проходить в моей одежде на борт в лучших традициях компьютерной лицензии 2016 года игра вылетела к хуям собачьим я вот следующий раз блять наверно перед тем как купить что-либо на компе я лишний раз задумываюсь они переплатить ли не взять ли на playstation 4 но там хотя бы это говнище не будет вылетать как ебаная тварь краша мне запись лагать блять не будет хоть и будет график порезано все-таки узнать консуль блять в плане от лицензии вот на компе я вот сколько раз уже говорил когда я покупаю лицензию игра выходит таким говном лагучим что просто блять лучше бы я этого не делал да здесь есть перевод кнопок смотрите как удобно нажимать на че вот вы можете на вскидку сказать диоз ч на клавиатуре я знаю где x я вот не верю что где-то в мире есть клавиатура блять где только русский язык без английского и это непечатная машинка ильича блин далее смотрите еще образец классного перевода бесшумное устранение а здесь написано что усмирить усмирить на кнопку и видимо он сильно буянил вчера на корпоративе сегодня надо кто-то должен поставить его на место и тащить смотрите как удобно и это блять английская бэна находится где-то в середине списка нижних букв у открыть дверь ну это е это я уже запомнил а вот а вот с этим функции переодеться я очень долго ебался не понимал почему нажимаю на ей ничего не работает потом вспомнил что я это блять русское надо нажать на т вот она на самом деле когда когда переводят управление это намек на то что надо было брать эту игру на консоли чувака было бы у тебя нормальное управление для геймпада человеческое под него в первую очередь игра собственно видимо и затачивалась вот но 4 косаря отдавать за хитма я решительно не хотел вот я прошел на корабль и игра вы игра в игра крашнулась вообще меня блять дик дичайшим образом порадовала конечно какая-то блин а инстинкт инстинкт смотрите волхак просто классно теперь можно за дверь посмотреть стоит ли там кто или нет еще было бы классно если бы так подходишь а по инстинкт так человека его херак там через дверь застрелил это было бы круто самая разношерстная публика сегодня на корабле кстати если присмотреться можно легко замечать двойников они одеты в разную одежду но видно что это двойники здесь кстати вот смотрите на страже стоит сам супермен кларк кент здесь какой вот собственно тусовка создающая просадку фпс их во время ходьбы до 35 кадров в секунду каждый второй здесь это пирс бросном мне такое чувство что вот эту мадам в очках вы могли видеть только что вон она стоит снова вот смотрите 2 2 их вот это мадам в очках самый блять частый персонаж на этой палубе он их сколько здесь панах и пана и были он опять она стоит вот только благодаря ей я и заметил вообще что здесь здесь как коктейльчик можно выпить что механик это угощает вообще отравить у меня нету я на оденься официантом с яхты мне меня тут чё бля шоу с переодеваниями или чё или илья человека были он пришел валить галерея да метание предметов в прошлых часах по мне нельзя было передметы метать здесь можно взять молоточек и швырнуть его в щи в щи этому матросу смотрите блять как чингач гук прямо в одну вонзил вообще так и убить по-моему можно тащить ну спрятать тело в морозилке конечно да и типа он там не сдохнет блять я не знаю по моему то уже штраф вот снова моя красотка в очках меня преследует даже блять какой-то симпотной телке более-менее здесь нету чтоб чтоб по восхищаться там жопами какие-нибудь там не знаю так где моя а вон он выше ну а а лестница где туда попадите на частную палубу риттера нифига тут есть есть частная палуба есть не в час я думал кто-то целиком арендовал эту яхту из фанеры для своего корпоратива вот смотрите две сестры близняшки это все та же все та же дама дама в очках только теперь она еще и шляпу нахлобучила ну чтобы не узнали сильнейшие изменения вдовной крокодил все прекрасно это вот я вот прям иду и верю да что они такую толпу народу согнали на обучение одного единственного агента прям вот здесь если посчитать здесь не кажется человек 300 блин на палубе находится это обучение то есть все они задействованы получается в этой организации которые если организация такая секретная способна нагнать еще люди тут вот тысячу людей на на обычную тренировку блин она влиятельнее чем umbrella на мой взгляд он стоит естественно ему нельзя просто подойти накинуть на шею давку риттер знает свою команду вот все всю тысячу человек которые сюда а я же блять официантом одет работая в баре смотрите мастер мастер-класс сейчас я коктейльчик сболтаю это я смешался смешался с окружением я работаю в баре смотрите в баре есть пустая бутылка из-под шампанского бокал вина чье-то пиво вмятая и пепельцы с кучей бычков коктейль из этого не смешать поет только ну сигаретная мэри какая-нибудь поэтому главный герой стоит держится за хуй он стоит прикрывает свой хуец и типа замаскировался а вот смотрите пришел никто иной как лесли нильсон не в белом костюме к вб он пришел поговорить с виллом смитом вилл смит это наша цель мы должны убить чтобы он больше не снимал своего бездарного сына блять в уебищных фильмах и вот они вот он вот он исторический диалог вилл смит спрашивает улесли нильсона как там лесли любят ли в раю актеров олесли все говорит ну смешных и классных как я да но тебе черномаза и там не понравится вилл смит спрашивает суши а почему что я сделал то а лесли нильсон говорит за фильм защитник чувак тебя будет ебать в жопу лично сатана потому что более тупого скучного говна двухчасового блять мир еще не видел все можно перестать сливаться с баром а то я так классно гармонично в него вписывался к сожалению что к к сожалению хватит не но в целом вообще графика такая но не то что прям годнота но и неплохо хотя трудно понять пока тут нет ни одной же ни одного ничего живописного как вот в безумном максе там вот хоть виды какие-то были вот вот кого бы я на этой вечеринке да нормуль тети да тогда блять хитман то можешь как-нибудь на нее посмотреть чтобы я хоть для обложки что-то сделал вода наверно пойдет так теперь я могу отравить нет не могу отравить не могу отравить эту змея даже поговорить с ней не могу меня ограничивают действиях но видно что это частная палуба потому что здесь все такие либо рок-звезды героиновые как вот эта баба кожаных штанах и бля отъебитесь от меня куча депутатов каких-то я хотел посмотреть на телку они они на меня наехали я хотел сказать что все в костюмах потому что но частная палуба тут все побогаче чем внизу внизу то там шлепках каких-то состояли сохранить и загрузить до ручной сохранен я помню что во втором хитмане можно было бесконечно сохраняться в первом у вас было одно сохранение блин на миссию то есть это было очень хардкорно на мой взгляд там особенно помню старички наверно помнят что кнопка укрыться не работает а вот работает как мне отойти от угла я не понимаю хитман очень палец он очень сильно выгнать что она крестовину можно достать пистолет вот помните как кокаинового барона блять этого тяжело было убивать у которого там армия целая была там на вышку можно было правда на секретную залезть и вольнуть его но для этого пришлось приходилось зачистить половину вышек примерно если не знать какое надо именно вот мы прервали монолог вилла смита убираем пистолет и типа незаметненько уходим не знаю что это за тренировка где актеру башку прострелил помочь реалистичный тренинг я подставил если нильсона мне очень стыдно потому что мне нравился если нильсон но были очень смешные фильмы до того времени так но угроза член экипажа все 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 мужики я спешу я опаздываю я правда не бегу таким классным спринтом не такая трусца типа типа мне как бы это пофигу я как на дорогах как как на трамвай опаздываю они бегу от кучи вооруженных усатых блять матросов все я нажал на кнопку конец симуляции обломись обломись усатый сыт как у николаева не блять за любовь выпил огромная сила я на этой тренировке блять не показал ни одного выдающегося навыка из тех которые они перечисляют стоят ну да ладно китом и чек на диск вон парапс и выберет и just give me a chance give him a chance i will take full responsibility very well it you show ok снова блять ебаный корабль да вы блять издеваетесь кстати будьте осторожны что если у вас игра также вылетит и вы внезапно захотите загрузиться обратите внимание на то не загрузилась ли у вас произвольная миссия потому что произвольная миссия на несколько отличается от сука сюжетной подготовки потому что ну вы блять от того что пройдете произвольную миссию по сюжету не продвинетесь как бы так нахуй мне опять отравить цель ядом разменная монета переоденьтесь норфолком встретить с целью прощай норфолк ох ты ёпта убейте утопив его вот здесь я понимаю что вот эта куча блять разных вариантов прохождений просто жесть смотрите сколько вариантов раньше вариант был один на тебе надо было только угадать его правильную последовательность там надо ли убивать курьера который несет пиццу не надо ли убивать курьеры который несет пиццу то есть дистанционная взрывчатка но это полный пиздец тоже совсем хардкор столько людей что так чем я могу монеты человека вырубить что по подождите как монетку бросить я думаю что вот этот богатый белый мачо в костюме настолько жадный что он пойдет по следу из моих монеток смотрите смотрите сейчас мы его приманим блять она не могла так далеко укатиться иди мелочь этого не должно было случиться говорит он иди мелочушка как бы смотрите 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 как фраерок то блять жадный у нас он угрожает мне задницу надрать чувак иди монеты собирание щебродя на ебан и а ему нельзя шею сломать а можно смотреть херок подождите я хочу заново начать я хочу попробовать его все-таки монетками заманить за угол любое задание выполняется разными способами обалдеть это всю информацию могли бы уложить в один заход на хер я должен одно и то же в начале игры пройти три раза это блять не интересно как бы немножко понимаете не надо со мной спорить что блять я опять но и потому что это кому угодно не интересно обучение состоит из трех одинаковых блять заданий вы чё ёбнулись что ли так монеточки мои почему меня только три монетки на добавлять бумажки разменять тут кстати копы везде не надо куда-то его заманить за эту машину чтобы он блять пришел не знаю как далеко он слышит монетка видимо катится к нему прикольно как можно олигархов убивать и монетки посыпались которые он у меня набрал ну-ка иди-ка сюда классно вообще хитмана стала играть намного проще его блять намного лучше чем раньше было просто со вкусом вообще правдоподобно отлично так это не ящик да его сюда не спрятать по ходу лечить такой тащить но брось да это здесь он не спрятать так как мне встать-то подождите это многообещающее задание я думаю что сейчас я просто классно справлюсь эти никто не может отличить блять старого деда от молодого лысого чувачка они играть мистер норфол как у вас сегодня блять настроение а я ему а я ему скажу а как у тебя со зрением хуйло усатая ты чё вообще бля в глаза ебёшься что придурок блять хули вас лампочки на скотч приклеены распустились для капитан 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 улыбнитесь это улыбка это флаг корабля капитан херли ты фанерным судном ты командуешь а да это я спасибо что меня узнали как ваша жена поживает после той палки которые я и кинул на прошлой неделе чё он сказал отъебись от меня типа я не норфолк или что ты идешь за мной или чё чувак пойдем а то есть только что меня нахуй послал потому что этот ниггер не любит когда его трогают белыми руками не просто я его столкнулся с ним и скрип диалога просто не запустился вот смотрите еще один хитман ходит лысый а мы чё втроем будем разговору разговаривать это важно вообще-то это очень важно какая какая статуэтка классно надо хорошо хорошо я приду как только буду готов а с собой я возьму бюст пушкина потому что очень люблю пушкина о блять дожди а куда он делся да да здорово лысенький спасибо блять сейчас я вас вел смит познакомлю с творчеством александра сергеевич пушкина смотри блять вот он у него нянь было если чё ну так для информации короче рад был пообщаться блять мы обсудили поэзию я думаю что александр сергеевич грамотно все сделал хоть для чего-то пригодился мне сеть как это баба открячивал свою жопу вот она походу знает блять свое главное достоинство в этой жизни кормилицу на показ выставила стоит ну блять надеюсь что игра сейчас не вылетит потому что потому что это был щедевр я считаю что лучше эту миссию не пройдет уже никто так не надо на лодке теперь скрыться да да я мистер норфолк склонитесь передо мной я очень авторитетен эй капитан корабль то у тебя зафар шмаченный а почему не могу уехать на своей машине ведь я мистер норфолк просто валишь главного главного персонажа переодеваешься и ходишь как будто вот это он тебе никто ничего не говорит да отпереть до ну-ну-ну-ну-ну-ну мистер норфолк прощай норфолк вот здесь гвоздомес гвоздодер то есть ну гвоздомес потому что этим гвоздодером можно кого-нибудь замесить я уверен так и я уплыву отсюда на картонном катере смотрите там динамики в катере там можно музыку слушать бля вот это я понимаю катер покатал бабу все твоя блять клёво иметь катер наверно в другой стороны смотрят где ты на нем будешь плавать если по какой-нибудь луже блять во дворе то не клёво иметь катер так миссия выполнена окей давайте последнее испытание так отлично вы прошли курс свободной подготовки переходить к последнему испытанию или оставайтесь продолжать свое обучение я очень хочу продолжать свое обучение но пошло на в жопу румыния оказалась тупиком развития человечества десердит да we found no trace of your man was ever there or anyone else for that matter someone erased his steps муки диггинг of course but frankly it's as if the earth just sped him out are you still determined does it matter i was told there'd be no second chances don't leave everything you hear miss burnwood my decision stands very well i'll be watching decision переводится как решение очень хорошо такая озвучка блять закадровать тем что вы потихонечку можете подучить язык так основано на реальном задании 79 года вершина карьеры кого не понял прежде чем стал руководителем а понятно целью был лучше воспроизвел лучше бы лучше бы вот лучше бы серьезно воспроизвели одну из вот важных миссий а ну блять это же перезапуск хули тут и воспроизводить это да так это советские солдаты а значит они тупые блять ну потому что в игре советские солдаты мне кажется самые тупые боты блять они специально так делают когда уже мы начнем блять снимать фильмы делать игры где мы чмырим америка блять хуемым по губам водим чтобы знали свое место твое так ну что ж я думаю что вот этот офицер сейчас подарит нам свою форму потому что мне блять надо одеться модно стильно кидаем сайте одну единственную монетку кину я думаю что а у меня пять монеток не давайте чтобы наверняка русские солдаты очень бедные и жадные поэтому звон 50 копеек а он сразу докладывает мое почтение офицер мое почтение а нет смотрите он идет сюда ему похуй все-таки все-таки пожанничал ну ипотека военная там вся хуйня оп в карман хуяк прикольный ты чел там еще звякнуло слышишь ты чё блять на пиво не на что я тебе уже три рубля набросал привет это я начинает пиздец советский солдат блять докладывает привет это я ёпта не разрешите доложить там ваш полковник там какой-то и кто-то там по званию а привет это я пред товарищ майор от я если так в армии поздороваться я думаю можно долго после этого траву красить блять так ну чё все прорыв охраны ну чё мне нужен пистолет или у меня есть у меня есть осталось пиздить да принести у меня у фонарик есть я знаете как жидкий терминатор блин такой типа это только я переоделся такое ощущение что всю внешность поменял тэдэм 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 о сортир смотрите можно кого-то утопить а подожди надо же надо же надо же нажать где моя цель вон она сука далеко идти но в принципе в хитмане покуда ты переоделся это половину дела уже сделал что главный герой такой вообще красавчик нарисовали хитмана он раньше был блять урод лысый а тут это просто я не знал ну реально он похож на агента арчера только лысого глазами чего там все не жрете в казарме нихуя вы жируете ничего смирить его или пошел он жопу он тоже на хитмана похож только более более такого мы знакомы а я знаю тебя это в этой армии какие-то очень странные уставные отношения рядовой вы что тут делаете блять он должен спросить ты чё красноармеец охуел что ли я старше тебя по званию эти посмотрим если тут рядом кто-нибудь вон еще один еще один красноармеец как бы я бы я бы этого вальнул нахер а тот тот за стеной в принципе то так не надо форму блять вот такую с пилочкой походу да так где был где же мы возьмем форму с пилоточкой давайте подумаем я думаю что блять с него и снимем нахуй сейчас тут монеточка звякнет я считаю что это самый элементарный видимо способ проходить эту игру это приманивать их монетками блять он смотри какой походу наш этот пилоточник не бедствует кладез а так вот вот это прикол что будет смотреть чё директор директору деньги не нужны да вон в комнате один тут осталось то рук протянуть где моя удавочка я его щас удавочкой издану я хотел с ним поговорить но чё-то блин разговора не получилось опа найдено тело вот это херово ну-ка иди-ка погуляй чувачок херок поэтому внизу охрана была на вот досада ебаная и все стали подозрительные да всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё здраво мужики как так она как служба идет сколько до дембеля осталось все всем видам спокойной ночи дембель стал день короче а дьё а блять кнопку нажми а дьё мига сосите ствол это было как-то блять слишком даже просто я не люблю стелсы но это было но этот стелс у меня получается это уже чем-то говорит наверно надо было тоже как-то отравить блять чем там изобрести но чё я там буду блять с обучением-то возиться скале убить я убил на то что мне спокойно дают уходить этот диск и моя печаль он вынужден контакт и и плейте с hands and he lost you cannot touch us now still i can't believe we beat him at his own game if you know your enemy quite right i should tell you the trail went dead after romania our team found no records of any kind no name nothing i think they called me 47 that's not a name so make it one и бать лаги я думаю что о музычка пошла который правообладатель наверное не одобрит скорее все это блять сейчас походу роллов не поест ни хера смотрите на каком листе принесли а чё это за прикол а хуль ты не палочками то жрешь вот блять видишь нахуй и руки не помыл и палочки не взял моментально помер в мире столько и столько вирусов блять лукашенко медитирует мне папа был пловец стал ныряльщик вообще нормально у вас же у богатых смотрю свои причуды кто-то даже на контрабасе пилиции ой но это вообще не струна уже это прям такая толстая хрень чем это он их душит смотрите проводом каким-то блять раньше по моему струна была в мэнханте круче проволокой убивал он там еще голову отпиливал вообще классно было мэнхан блять я считаю на новом движке был бы вообще а как он узнал что он там стоит это же это дрочильня блин из этого из них киза из цветы из трущоб бизнес класс не чтобы бизнесмен нахрен ему стол с подсветкой чё за понты такие старый том груз ни хера не понял о чем был базар так next mission как вы видим гвоздь программы называется какая-то блять тёлка которая походу умерла в ледяной воде неделю назад ай ну это показ мод понятно он и там ходит вам помогли а я понял вот эта миссия была спизжена в альфа-версии я увидел немножко до 1 закрытой двери дошел который открыть нельзя было бывший олигарх а нынче кто далее марголис прошлом супермодель в нынешнем старая шмара да ой нет ничего такая еще не очень хотя брюлики у нее в ушах неплохие сеть яга когда крымские сепаратисты устроили ужасный взрыв на одесском заводе чего блять господи как нахуй это все связано чё они блять городят а вот и самолет сбили смотрите вот уж не из турции ли летел часом а я ссорю блять хитман идет в ногу со временем наш клиент mi6 блять ну то есть хитман идет выполнять то за что джеймс бонд не взялся да я не понимаю почему они блять таким коротким текстом пишут субтитры почему не написать во всю длину и не дать им повисеть подольше далее марголис главная цель она прекрасна нет она не очень прекрасно 2 цели полно народу вокруг задач кажется не посильнее но это значит ну заминировать машину по-моему бессмертная классика так их обоих надо пиздануть да короче вы мне факты факт кого убить мне на за что их убивать хитман 47 агент он блять рожден убивать ему вообще не должно быть важно блять для чего он там их убивает у и опты ну конечно беленький сглушить а белый пистолет он блял смотрится в два раза круче чем черный пистолет а вот черный микрофон настольного смотрится два раза круче чем белый вот так что блять бледная уточка экипировка и чё с ней делать-то ёпта современный шприц смертельный о ну это вообще мне нахуй не ударяю просто удавлю нахуй удавлю ее блин змею эту сука буду я тут еще блин шприцы какие-то делать маскировка смокинг знаменитый костюм смокинг траурный к траурный костюм белый это где нахуй такой траур блин в испании что ли во время фиеста смотрите траурный костюм белый серьезно белый у нас в таких блять женится у них нахуй погрустить на кладбище ходит я манал господи какие мы мы никогда не сможем жить в мире мы блять не понимаем друг друга слишком мы походу все разные жизнь какая господи интересно как надо вообще погулять какие в мире бывают там ритуальные костюмы всякие разные где траурные где свадебные что-то много той точек на этой карте по моему отмечено слушайте вот во время загрузки блять хоть чё-нибудь писали я бы подсказкам порадовался хоть что-нибудь чем-нибудь займите мое время херли я сижу смотрю на это океан дакар добро пожаловать в париж 47 смотрите там но он фотка моя над входом походу меня ждут уже я почетный гость ой 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 смотрите-ка да ведь я по красной ковровой дорожке я как известный модельер иду здрасте жан-франко промеж булович пидер как и все блять кутюрье модельеры честно говоря честно говоря я вам скажу что графику все-таки подтянули потому что в той версии украденный просто говнище было здесь вода такая нормально вот смотрите что-то снимают ну я считаю короче мое мнение что блять политика нахуй вообще западная они короче вот не правы блять нихуя ни разу мы ничего не брони забирали у кого вообще короче вот ты нахуй меня снимай она блять ничего не понимает только я тебе правду расскажу короче живем мы тут плохо нас обворовывают чё чё съемки кончишь то все вас чё блять усмирить что я не понял вы охуели вам не часто знаете ли такие бля важные люди интервью будут давать вашей сраной карьере чтобы сдохли чертов блять чертов канал этот сука rntv наверное блять инопланетянку снимали наверное от раз человек в кадр вошел это уже не те о сисечки смотрите мстаты пошлая композиция кстати фонтан неплохо смотрится вода неплохая принципе но в 2012 году это актуальная графика была бы вообще передовая сейчас конечно говно полная вода это по сравнению с хардлайном с каким-нибудь она и рядом не валялась жесть а тормозит как серьезная какая-то игра прям так ладно пойдем вон видите смотрите это же блять хитман висит я думаю что мне надо было губы накрасить глаза накрасить и все я бы сказал что вот меня тут ждут сто с этот сато он чего не горит проходите присоединяйтесь о вот этого не было тогда в альфа версии и одеты все были как чмошники опять это баба в шляпе смотрите она преследует меня в очках и в шляпе до его тоже хитман охраняет давай фраерочек пойду поздороваюсь с пацаном блять наверно тяжело быть охраной такого человека который бы находит смотрите какая охрана кривоногая он стопудово был ковбоем дикого запада привык на лошади скакать ой это не то боменка с корабля слушай может мы хоть сегодня замутим а там потанцуем тут наверно танцы кинь будут нет хоть ты одета блять в костюм в этот из ткани для парников зимних утепленных но я так и быть ой блять все она меня начинает подозревать стоит захотеть кого-то выебать я начинает подозревать ёбаный запад что же за херня такая сексуальные домогательства сексуальные домогательства дерьмо какое а вот собственно и показ мод смотрите о гламурно кто там savage а нет сэнгвин сэнгвин ну чего я короче хочу дать интервью вам это блять я недостаточно высокий не за его объектив он узлом узел заиграл смотрите идет модник такая я по я знаю эту коллекцию одежды это блять матрица 2004 нахуй весна-лето зима-осень а у того смотрите еще глаза светятся а я знаю нет это не матрица это эквилибриум так вы к или фильме эквилибриум одевались так голову не красили чувак а чё у тебя на ширинку застегнута что где пуговица хоть одна еще одна кривоногая идет смотрите блять на лабутенах походу ёпты ну и походка в припрыжечку такая ой боже чё не чё не с ногами мне блять ноги какие-то как у черного эльфа блин и чё пересадку сделали ног что а жопой такая крутит ёптеть ну вот это булка влево булка вправо ну тут платье чё какой традиционный ошейник правда какой-то еще одна мисс зеленые ноги вы чё там блять зеленку разливали что они еще и по воде ходят смотри нихера тут иисусы сплошные прям ой у нее разрез почти что там даже пилотка мелькает смотрите в этой графике ширинку застегни на юбке дура следующий идет но это опять идет блять морфиус мы такого видели уже и опять там да они повторяются короче только по моему разнобойчик жидкий аплодисмент какие-то видимо нормальных оваций этот показ не заслуживает так просканируем местность вон он где стоит и вон он где стоит а это бабенка на вообще наверху а как тебя пустили без ади а ты кто у нас ты сису сир сорити бородач ты что ли возможность в чем возможность ты такой в чем-то возможность это я на фотке блять замутим вот она возможность красавчик мудавчиком жили а в чем возможность то здесь заключается чет нихуя не понимаю может они что-то говорят словно греческий бог вот это лысых лысая чем он бог то блять обычный вообще обычный вон я такой же стою в чем возможность в показе принимает участие знаменитый хельмут крюгер у вас с ним скулы одинаковые нас все ебало одинаково хельмут крюгер недавно встречался с дэйли марголис подозревая что яга использует моделей чтобы шпионить за богачем знаменитый крюгер один из таких шпионов нам повезло мы с ним здорово похожи друг на друга к тому же его лицо скрыто под гримом но это трудно было не узнать сушите возможности пиздец и что и как отслеживать так и где мне найти этого крюгера который мутил с этой овцой а вот гримерка где-то здесь ты охуел я же у меня аж скулы блять как у звезды голливуда я должен пройти туда наверное где-то здесь охеренная безопасность здесь я хочу сказать о кутюр кутюрист какой-то ну-ка иди сюда а он надо главное чтобы меня все приняли за стилиста вскрыть предмет разбить стекло разбить стекло кашу этого чувака сейчас запалят мне кажется надо тащить подальше о избавиться да 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 значит значит это верный маршрут когда езди избавляться кого взять ножницы ну да я же стилист я должен с ножницами ходить и такой и и разговаривать на затем на на темы современного мира громкая так что в семье сша ебёмся мы значит вчера с другом в жопу блять короче а он короче забыл там этот не знаю что-то забыл лабрикант блять все я смешался с этим с окружающей средой себастьян у меня не с этим чудиком блять скул одинаковый где этот который у которого с которым мы похожи кстати можно его завалить уже эту придурка так отравить не наш песок готелки ты какие ходят все ой какая прическа вот он а нет не он по хер какой-то а вон на карте есть мать те же нажал отслеживать пошла в жопу шмара дай пройти вон она цель вон она вот она смотрите яна вот блять это основная цель где же не основная тёлка наверху сукой я включил блять отслеживание короче но нихера не понимаю возможности где он а вот смотрите-ка карта блять возможности так что мне выйти что игры с огнем это ему яд принести до видимо напиток смерти туши свет отслеживать я чё-то не вижу никакого отслеживания но как-то блять по юбичному работает видимо так этого черта охраняй я думаю на сначала тёлку завалить она там одна общая стоит только надо пойти ага вот и путь наверх здрасте блять а кого что допускает одну охрану что кого-то допускает кого пускает этого и пускает блин который надо отслеживать а я не знаю где он в гримерках нету в валете может день кокаин нюхает а это чё за херня что такое а винишко подвальчик и тут блять вообще никого нету да повара мне нахрен не нужен пока в костюме повара далеко пройти не дадут там бессмысленно вообще с лица с окружением да конечно от кого-то прятаться а а вот и отслеживание смотреть коктейль господин ларин блять а подождите блять это вот как работает отслеживать не отслеживать правильно понял что надо чтобы наоборот было написано не отслеживать это значит что отслеживание идет ёптвою ну и управление господи хуй просышь все тогда пойду лысого завалю и к телке пойду а коктейль для этого мудака но я ему только нассать могу в рюмку я да то у меня с собой нет на сбор шприц наверное брать это да да я удавку выбрал эти они дают мне бегать с ножницами поэтому поэтому зданию но красные здесь только те кого я завалить должен да больше никого красного не вижу опа 58 метров вот он рядом здесь смотреть у нихера вот это апартаменты вертолет да вот смотрите этот лысый хуй которого скулы как у меня съемки узнайте о хельмуте крюгере больше хельмут как дела что не узнать то надо блять он подозревает уже в объектив смотри ему дела отлично его защищают автоматчики так но он идет поссать по ходу только не садись пожалуйста отдыхать лично он идет куда-то и за ним официант с ножницами перебежками совсем беспалевно вот куда он пошел господи я вот иногда просто не понимаю эти обстоятельства их настолько подстраивают явно что персонажи действует необоснованно куда он идет он идет блять туда где нет никого вот но зачем он туда идет отлично мне кажется он будет ссать здесь всегда персонаж которого надо убить уходит куда-то сторонку начинает там ссать он курить пошел в общественных местах он просто не курит видите ли ахты ёбаный ублюдок что что-то а он звонит так надо сохраниться тут же может сохраняться где угодно все я сохранил на нет как как почему загрузить смотреть а вот я сижу они просто сдвигают в сторону для пущего неудобства все она его ждет после показана здесь блять его рота авто с автоматами прикрывает конечно вот это момент а он идет дальше нет он смотрите он все уничтожить я думаю вы нельзя уничтожать хорошему а в принципе кому нахуй нужен убит посторонний видите написали а ничего что как бы его будут искать кто-то кто позвонил тому ну то есть только тому кого к тому к это кому он звонил он не беспокоится что разговор прервали так охранник идет поплавать но убил 1 он и что блять я мне просто лень было менять на удушение все знают что я распиздя еще хельмут взять телефон хельмута крюгера тащить чё давай мы тебя утопим короче заебал то убит посторонний блять он сдох сука я думал говно не тонет будет плавать рт позвонить я я даст лист хельмунд как ваше ничего а он голос подслушивал а я не слышу чё он отвечает и субтитров нет нанесите грим блять в принципе я могу перезагрузиться сейчас и пройти вообще идеально чтобы их а тогда бы тела нашел этот чувачок что же тут патрулист хуев давайте попробуем просто ради интереса 5 не то что ибо я такой идеалист и стремлюсь идеальный к идеальным прохождением но если не стремится в хитмане это неинтересно в старых частях хитмана можно просто идти стрелять всех всех поубивать на уровне блять его пройти но это говно полное так только блять шкальники лошад делали но я делал точно настаньте маскировку хельмунта крюгера сначала надо блин охран охрану увольнуть короче и успеть их унести до того как еще один охранник придет понимаете он там не очень-то далеко и ходит так первый пошел он кстати звонил как раз той телке помню который я убить должен чё я скажу блять извини связь прервалась теле 2 тащить пойдем-ка поймать я отведу покажу тебе классные виды короче на кипарисы смотри памятник он этому сократу о с вышки блять скинуть кого-нибудь можно интересно но я думаю что вот в этой клумбе сюда я думаю так далеко никто не ходит пойдем хельмут делать и раздел того кого на пусть думаешь что они короче в жопу здесь поролись он же как бы ну кутюр есть ну вот короче запороли друг друга в жопу до смерти по моему классный план но как найдено тело то блять как он его нашел то я не понимаю сам блять виноват нехуй таким блять наблюдательным быть охуенно придурок сука конченный как он отсюда тело увидел вообще не видно жопа гола голая жопа хельмута только видно хорошо что у них везде стоят эти ящики непонятно а лужа крови автомат валяется но это блин хуй знает мало ли боец потерял ничего ж такого чайни армия не накажут так позвонить давай позвоним хитман не знает жалости подумаешь убил одного что такое она говорит нет нет ой зеркала сушки отражают так классно зеркала классно сделано сочная картинка такая зеркальца так нанесите грим поем грим нанесем не вот этот хитма вот это то о чем за что я критиковал предыдущий хитман что очень сценарное прохождение здесь вот сделали прохождение вариативное вот это здорово вот это именно то чего блять хотел тут классно впервые я блять не ною заметьте заметьте что даже я не ною до лагает да блять вылетает иногда грёбаная тварь но сама-то игра нормально сделал сам игровой процесс моего почтения блять вот вариативность вот это вот вообще классно именно то сделали именно то чего и надо было сделать сука в 21 веке с такой игрой то есть разные варианты это вообще идеально прям этих вот охуенно они и раньше были немножко разные там возможно в некоторых миссиях но совсем минимальные отличия были там какие-то либо там просто убить либо там допустим в дымоход бросить там этот баллон газовый или канистру с бензином там была миссия либо отравить то есть ну такие минимальные различия здесь вот прям такие сценарии развивающиеся ведь там переодеться загримироваться там чё-то такое еще чё там это все очень круто то есть но это как бы не основная что можно я уверен что можно потушить свет там сделать фейерверком отлить отвлечь всех это будет также круто как если бы вот я переоделся хельмутом вот этим шлангом бля промеж булочным то есть здесь нету первичный сценарий и запасные здесь все первичные походы ой какая тетя может стоит смотреть блять ты уронила я помогу тебе поднять детка о блять она исчезла кажется мы больше не найдем твою тетрадку я хоть разгружу типа ну такая клавдия нормально видно что можно развести блин ближайшие минут 15 ну будучи звездой хельмутом крюгером или как там чего чего надо с ней сделать так моя очередь на сцену я хочу я хочу выступить я буду выступать аплодисменты обалденные модели здравствуйте добрый вечер мои фанаты я не могу правда ходить ни лево ни право я могу остановиться я просто с доктор зло да да чувак я могу выебать твою жену и твою жену все меня хотят а могу тебя самого выебать я же блять это кутюрье естественная промеж булочные все эти блять у нас дизайнеры гей почему-то сенгвин все выйти с подиума а я еще на бис пройдусь ебал я в рот хули 15 секунду куда идешь шалава блять не в ту сторону я меняю сценарий обладите внимание на мои манжеты как вам мой воротник да хотите я прям здесь ее усмирю при вас вообще охуеть такого зрелища не увидели ну-ка дай-ка сохранить сохранить ну-ка иди сюда сука я те с какими туфлями сказал это платье одеть ты чё блять это часть шоу господа это часть шоу иди сюда шалава блять куда собралась по ебалику сенсация блять пока осмот обернулся катастрофой по боями все больше не буду хорошо так мне вторую вообще классно по четкости и срезал только лабутены вверх взлетели бы так ладно нас там ждут все показ моды я завершил показ моды показ моды можно было еще уйти из подиума нажав на кнопку но я думаю что это было бы какая-нибудь прям не знаю что-то форс-мажорная видимо что-то бы я исполнил встретись с марголис марголис это не жена этого гитариста из машины времени блин тот же тоже маргулис какой-то так все меня пропустят теперь где там где там это марго марголис от наверно полное имя марго да дурацкое имя если честно по моему блять всех проституток марго зовут не знаю почему раньше так королев называли а теперь проституток жесть просто жесть они думают от того что они имя поменяли там а вот смотрите отключить вниз вниз не сессер нибудь что такое не сессер поэтому трогать не буду то есть от того что она там будет там снежана поменяла имени на татьяна татьяна на снежана нихуя не замаскировались такие вот хиты рюги блин так даже тебя где лестница наверх ты еще выше нужна лестница в небо подняться хочу я хочу подняться по карьерной лестнице в самые самые пентхаус были самый пентхаус этой жизни меня ждут касатики расслабьте манжеты я известный этот между прочим как его кто это модель модели лысых мужиков в плащах него дивнинг сэра зиг хайль я немец между прочим блять уважаемую нацию да мистер крюгер я точно тот самый крюгер хочешь я тебе приснюсь и ты не проснешься вот какая тёлка вообще классно смотрите да привет привет мужу на тебя похуй как видишь давай я думаю что у меня есть свободное время минут 15 а я бля своим смачком поиграю на твоей это чё за клуб анонимных блять айпадчиков чё не делают жрачки-то наготовили еды ритма я последний раз такой такой стол видел в mortal kombat в первом древнем смотрите голова павлина просто пиздец вот уроды павлину голову срубить для того чтобы ой были новые сука и дигра вот и 2 2 павлина заебенили а он перья перья павлина валяются все пиздец вам за павлина и двор и вашу упор так и вот моя марголис ну что марголис чё с тобой делать-то будем на эти кай дверки немножко закрою так чё тут можно делать войти хотела спрятать нельзя что если табли с балкона выброшу куда ты ебнешься у нас в толпу блять не круто чё здесь можно сделать перепрыгнуть и чё и в толпу что спрыгнуть ну как дела марголис пузырёк с таблетками смертельный яд нахуй он ей почему он у неё здесь стоит девушку какое-то блять вообще нелогичная хуйня у вас раскрыли но ненадолго стран в странной позе она легла пойдемте в шкафчик припрячу могла бы сделать вид что не видела ну пойдет все равно говно какой-то этот я там стоит блять у неё перед носом бред собачий марго занята не ходить к ней хорошо что двери сами закрывается очень удобно очень классный механизм так теперь надо как придумать как убить этого придурка бля николая этого новикова да я мистер крыгер я в 20 шинкует чё-то у меня есть у меня есть яд кстати был яд я его просрал я думаю что надо было ее задушить новикова отравить именно я думаю что вот так проходится эта миссия в очередной раз случилось то что у меня случается вот случаться видимо в этой игре будет регулярно но я не знаю попозже разберусь конечно почему летает может все-таки надо эксклюзивный экран включить может еще чего непонятно так в общем надо завалить этого прекрасное шоу просто прикрыто он говорит я не очень понятно кто речь толкает ему нечего на бушку сбросить чем тут ходит речки цвет толкает все свободно отлично а ты куда пойдешь что-то будешь делать он пошел блять на сцену видимо если не яд чего застрелить просто может твердкой можно его ебануть еще ждать когда он там по выступает или чё блять мне кажется может что-то на башку сбросить сука высоко блять идти обратно по лестнице я думаю что они быстро речи свою толкану час в принципе можно попытаться сгонять ничего не теряю в принципе блять рассосались нахуй все встали час я опаздываю 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 карту мне карта ёб твою мать как понять куда эти лестницы ведут он прямо и налево видимо чем не нужна форма охранника взять ее негде чё за говно блять где лестница наверх чё если просто всех отвлечь старой доброй монеткой я чё-то выключил вообще не понял что я сделал я больше не звезда не звезда этого показа показа мод я теперь крю я теперь гонщик из крю небесофт рулит нах так и что теперь я могу выключить это говно или что уже точно мне никто не мешал чё такое блять вкл выкл и ничего не меняется фейерверки какие-то запустил хуй значит да блять как его ебануть то он задолбал уже а мне кажется он идет отчитывать отчитывать тех кто запустил фейерверки то есть меня да нет нет он идет как на улицу да ладно твой фейерверк копеечный дешевый найдено тело пиздец все давай до свидания пошел короче нахуй блять гадать 20 лет как тебя убить нахер в их как тут бегаешь где попало доела блин испытание тайный выстрел пройдено заебись устраивает как на самом деле миссии с двумя целями они самые такие блять геморрой на уебанские 1 одну цель всегда понятно как убить а вторая блять как-то через жопу все время убивается полная хуйня просто блять стреляешь в башку и уебываешь отсюда вот все чему там травить блять не травить еще это говно вылетает доела говно миссия я конечно блять интересно но получается слишком долго вот одну блять убил потом это одна миссия час проходится с не больше получается парижнем раньше парижнем раньше шикарно а в москва камурова из гон А я его только что вольнул уже, да, вот этого? Я нашел, что кто-то обрабатывает пену, решит, кто держит пену. Смайл, Виктор. Твоя репутация в безопасности. Теперь беги. Я уверен, что у тебя красивые одежды, чтобы присоединиться. Виктор. Добро пожаловать в эту репутацию. Я уверен, что у меня не станет того, чтобы ты поменялся. Блин, как накидывают. В принципе, можно считать, что я все сделал по плану. Я выпустил фейерверк. Он психанул, побежал смотреть фейерверк. Видимо, надо было еще минуту подождать. И предоставился бы случай его грохнуть. Но так тоже пойдет, в принципе. Я считаю, что, в принципе, я... Ну, можно, конечно, было пройти. Но я же говорю, тут сюжет такой. Тут вариантов масса. Кто-то интереснее делает, кто-то не очень. Ладно, короче. На этом, в общем-то, уровень пройден. Так что, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Спланировать заново, загрузить, выйти в меню. А что? А как следующее? Тут что, сюжета нету? Тут разнобойная миссия. Я что-то не понял. Подождите-ка. 12% загрузка что-то. А! Понятно, понятно. Ни хера не понял. Ладно. Все, что не жмите, что не пишите, короче. Блядь. Ничего не жмите, что не пишите. Напишите, что за хуйня. Когда что-то играть? Где, бля, прохождение? Все. Адье. Отдаквое. Из-за команды выходят из фонда.